МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Уйти с головой. Сегодня погода нормальная. По сравнению с тем, что было лет 6-7 назад, тогда было за 40. Время купаний продлят аж до воскресенья. Постой паровоз. Перевозка была не осуществлена или опоздал самолет. Попав в подобную ситуацию, мои коллеги решили узнать свои права. Совет вам до комфорт. Это очень удобно принимать решения. Сколько нужно профессий, чтобы управлять одним домом? Устраивайтесь поудобнее, вы смотрите точнее. В студии Александр Семенюта. Здравствуйте. Новый корпус Государственной медицинской академии появится на территории медицинского городка в Тюмени. Идею озвучил губернатор Владимир Якушев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве. Проект представляет собой современный центр, где будущие врачи смогут получать знания и закреплять их на практике. Это просто необходимо, потому что если у нас студенты будут оторваны от медицинского города на таком достаточно большом расстоянии, организовать полноценный процесс подготовки. И для того, чтобы у нас шла вот такая, как на конвере, подготовка кадров, и чтобы они набирались необходимой практики в медицинском городе, сделать это без наличия там корпуса медицинской академии будет достаточно сложно. Общая стоимость проекта – 3,5 миллиарда рублей. На подготовку документации потребуется не меньше года. Сегодня начался самый большой праздник рождественско-новогоднего цикла – Крещение Господне. Как горожане встретили крещенский сочельник на Тюменской Ордане – в сюжете Людмилы Чепурных. За великим освящением воды многие наблюдают с берега. Всех и сразу на лед не пустили, ведь он может выдержать одновременно только 200 человек. После того, как прошел молебен, православные стали окунаться в купели. Но священники предупреждают, чтобы всмыть грехи, одного погружения мало. Когда окунаешься, надо сказать, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, перекрестившись, посвящаем мы себя этому, и трижды окунуться во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. И радость душевная, здоровье телесное – все у нас будет. Днем на Туре больше наблюдателей, чем те, кто решил окунуться. За час под воду пустились головой чуть больше десятка человек. Кстати, утверждают, что такое православное моржевание от всех болезней по нации. Поэтому не остановил даже порывистый ветер. Сегодня погода нормальная. По сравнению с тем, что было лет 6-7 назад, тогда было за 40. На случай, если для кого-то прыжок в прорубь закончится непозитивом, на берегу дежурит карета скорой помощи. В компании врачей за нырящиками следят и спасатели. Они и свой фейс-контроль устраивают. Мы просто не допускаем хотя бы, чтобы они в очках туда не шли. Потому что если человек очки уронит, получается, должен водолаз спускаться и достать эти очки. Иначе можно просто порезаться кому-то. Те, кто нырнуть так и не решился, запасались святой водой. И освещают квартиры, умываются и пьют. Ведь чудесных свойств жидкость крещенского разлива не теряет весь год. И кому-то даже лекарства заменяет. Ну, как простудные болезни бывают. Пьешь помаленечку, все проходит. На этот раз и на льду у Тюменской и Ордани установили 14 палаток. И сделали 5 купелей. Из-за снежной бури очередей купелем пока не наблюдается. Основной поток людей здесь ожидает, когда хотя бы стихнет ветер. Но в этом году православным, можно сказать, повезло. Окунуться и смыть грехи можно в течение трех дней. Людмила Чапурна, Сергей Жирнаков, Сибутбромбюро. О других темах этого дня узнаем из блока событий. Кто первые молодожены и в какие экспедиции отправятся поисковые отряды. Росстат подвел итоги. Тюменская область снова в лидерах. В прошлом году в регионе возвели и сдали 1 миллион 364 тысячи квадратных метров жилья. Львиная доля новостроек находится в Тюмени. Как отметил замгубернатор Евгений Заболотный, анализ рынка области показывает, что в 2013 году сдадут еще не менее полутора миллионов квадратов. Все новые дома уже находятся в стадии строительства. Сегодня внимание к жилищному строительству очень серьезное. И подготовка инженерная ведется очень серьезно. И все-таки северяне к нам переезжают. То есть вот эти вот все процессы, они в результате и дают тот объем, который мы вводим. ЗАГС Тюменского района вновь распахнул свои двери по улице Кирова, 16. После ремонта преобразились все залы. В день открытия узами брака соединились 4 пары. В том числе родилась семья Меньшиковых. Молодожены признаются, они ждали открытия этого ЗАГСа. Вообще понравилось все нам. Хороший ремонт сделали. Красиво. Все вообще здорово. Максимальное количество в день торжественных пар 25. Вот в прошлом году, в 2012, мы проводили по пятницам, по субботам по 25 пар каждый день. Нормально? Справлялись? Двери ЗАГСа открыты ежедневно, за исключением воскресенья. Причем сочетаться браком могут не только жители района и Тюмени, но и других городов. Тюменские поисковики готовятся к новым экспедициям. Напомним, весной и летом отряды тюменцев выезжают на Городскую и Тверскую области, где много лет ведут раскопки на полях сражений Великой Отечественной войны. На этот раз поездка будет особенной. Впервые тюменцы возьмут с собой специальный прибор – георадар. Это практически большой металлоискатель. Ну, если как бы так вот очень простым языком сказать. Но он позволяет смотреть в глубь земли на глубину до 20 метров. Это позволяет нам искать уже более такие серьезные предметы, как то самолеты, танки, да, какие-то большие братские погребения. Поисковики продолжат работу и над другими крупными проектами, например, над созданием видеоархива воспоминаний ветеранов для Государственного архива России. В последнее время задержки авиарейсов, к сожалению, не редкость. А из-за этого можно и на поезд не успеть. Те, кто часто летают, знают об этом не понаслышке. Причины могут быть различными, но пассажирам от этого не легче. Как вернуть деньги, выясняла Ирина Акопян. Мы, журналисты, порой часами проводим в поисках информационного повода, мониторим интернет-издания и другие СМИ. Но порой бывает все гораздо проще. Достаточно оказаться на рейсе, который задержали, потерять следующий билет и задаться вопросом, а что делать дальше? История типичная. Авиарейс задержали и пропал билет на поезд. Оказывается, перевозчики в такой ситуации ответственность за чужие ошибки нести не готовы. Но возможность не пролететь по деньгам все-таки есть. Если человек покупает авиа или ЖД-билет, то, конечно же, действия закона о защите прав потребителей распространяются на этого гражданина. Даже если ваш поезд ушел, и вины железной дороги в этом нет, закон на вашей стороне. В течение 12 часов с момента отправления поезда действие билета возобновляется пассажиру за вычетом стоимости плацкарты. Пассажир может доплатить стоимость плацкарты и дальше продолжить поездку. Если же пассажир отказывается от поездки, то ему возвращается стоимость проездного документа за вычетом стоимости плацкарты. Сумма плацкарты обозначена в первой строчке ЖД-билета. Ее уплачивают за услуги в самом вагоне. В зависимости от условий, наличия питания и белья, она может составить от 40 до 70% от общей стоимости. Прогорает сумма солидная. Но в такой ситуации это единственный способ получить живые деньги, не отходя от кассы. Вернуть стоимость билета на самолет сложнее. В данном случае речь идет о добровольном вазаре билета на регулярный рейс авиакомпании. Перед тем, как вы покупаете авиабилет на сайте авиакомпании или в авиакассе, вы обязаны ознакомиться с этими условиями применения тарифа. Тарифов больше десятка. В них и нужно искать ответ. Возврат средств пассажиру заложен не во всех. Если мы говорим об авиаперевозчике, который в задержке не виноват. Тогда обращаться нужно вновь к обидчику, железным дорогам. Если все сделать грамотно, можно получить компенсацию не только за билет. Компенсация морального вреда, компенсация убытков. Убытки подразумевают не только те, которые человек понес уже за билет, но и проживание, например, в гостинице, которую он в чужом городе будет оплачивать, если он не у себя на родине оказался. Либо, например, компенсация утраченных впоследствии билетов, он не смог уехать. В любом случае придется основательно вооружиться доказательствами, предоставить билет с отметкой о задержке, справке и чеке. В течение месяца их нужно направить в головной офис компании. Хотя, если ваши билеты были частью туристической поездки, сборы и оформление документов на себя обязаны взять туроператоры. Вам остается только ждать свою компенсацию от 10 дней до полугода. Ирина Копян, Евгений Доценко, Александр Изосимов, Сибинформбюро. С городскими автобусами таких историй не случается. Пассажирскому автотранспортному предприятию Тюмени исполнилось 35 лет. И по сей день их маршруты, самые востребованные в городе, перевозят тысячи пассажиров в день. С теми, у кого жизнь на колесах, встретилась Анастасия Косымова. Водитель Александр Цибин работает на Тюменском пассажирском автотранспортном предприятии номер 2 почти с самого его основания. Вот так уже больше 30 лет каждое утро он садится за руль и выходит на линию. Задачи не изменились – перевозить пассажиров. А вот автобусов за эти годы водитель сменил немало. Первый был ГИАС-677. Это я после стажировки такой старенький был автобус, ломался часто. Но я на нем поработал немножко, потом мне дали уже получше автобус, поновее. Появились теплые стоянки, мойка, административное здание. Легче стало. Чаще всего Александр Николаевич работает по маршруту 17-го, одного из самых востребованных в городе. На остановках ждут сотни пассажиров. Главное – успевать вовремя. При нынешних пробках эта задача совсем непростая. Тут важно, чтобы и машина была исправна. За этим следят слесари. Выходишь, когда в город, видишь, на линии идет автобус. С нашей символикой ПТП. Чувствуешь гордость за то, что ты причастен к этой работе, этого машины. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на подстать этим машинам современным. И обновлялось бы у нас оборудование. Чтобы мы могли бы тоже соответственно делать ремонт. Станки в ремонтном цехе, ровесники самого предприятия. Оборудование здесь давно нуждается в замене. Планы по переоснащению у руководства есть. Но начнут с автобусов. Новые машины приобрели в лизинг. Тюменцы оценят их комфортабельность в начале весны. В ближайшее время ожидается поступление еще 18 новых автобусов. Это большие автобусы марки МАЗ. Которые, соответственно, заменят старые автобусы ЛИАЗ. Но для тех, кто начинал еще на стареньких ЛИАЗах, 35-летие предприятия – особая дата. Ветеранам вручают памятные медали и дипломы. Каждый из них внес свой вклад в то, что ежедневно на линии выходят десятки автобусов. И тысячи тюменцев добираются до нужного места в срок. Анастасия Косымова, Максим Плюхин, Сибинформбюро. Это точнее. Спасибо, что вы с нами. Застройщики изобретают все новые схемы обмана дольщиков. И не забывают старые. Как избежать неприятностей при покупке жилья, расскажет Александра Сосновская. Третий корпус 11-го дома на Богдановича многим попортил нервы. Уже год пытается оформить документы на свою недвижимость вот эта женщина. Лицо не показывает. Говорит, никогда не думала, что станет жертвой мошенников. Два года назад купила квартиру у дольщиков. О том, что в тот момент застройщик уже банкротился, она не знала. Застройщика я вообще не знаю, где они сейчас, эти застройщики. Потому что здесь офис стоит, а застройщиков, те, кого я знала изначально, здесь их нет. Юриста управляющего, конкурсного управляющего, вчера я ей звонила, она сказала, что с вами делать, кто не вступил в регистр, мы пока не знаем. На бумаге все эти махинации выглядят довольно просто. Адвокат Бородин знает десяток вариантов. К примеру, на первоначальном этапе продавец покупает у компании «Вексель». То есть отдает деньги в обмен на гарантии их последующего возврата. Сразу же заключается предварительный договор, уже без оплаты, по которому застройщик также обязуется когда-то заключить договор купли-продажи в определенный срок. И после ввода в объект, в эксплуатацию, заключается договор купли-продажи. Одновременно гражданин предъявляет «Вексель», получает деньги и тут же их передает по договору купли-продажи. Но здесь загрузка в том, что предварительный договор и договор купли-продажи «Векселя» между собой никак не связаны. А значит, застройщик может продать квартиру другому и по более высокой цене. А прежнему дольщику в лучшем случае вернут только вексельную сумму. В том числе и поэтому двойные продажи в Тюмени не редкость. По оригинальной схеме работали и Анатолий Санников и Игорь Дурандин. Один руководил тюменским строителем, второй – СТ «Вероника». Сначала жилье дольщикам продавала одна фирма, затем эти же квартиры продавала уже другая фирма. В итоге пострадали 10 человек. Санников и Дурандин обогатились больше, чем на 18 миллионов рублей. Компаньонов судили. Правда, впоследствии реальный срок заменили на условный. Опытный юрист, если вы знаете, я не буду там другие правоорганизации каким-то образом задевать, значит, какой он должность занимал до этого, какая мощная структура защиты была построена. Но несмотря на это, ведь мы добились того, что дольщики свои права восстановили. Так что перед совершением сделки, чтобы не стать очередной жертвой, лучше проконсультироваться с юристом, желательно независимым. Александра Сосновская, Сергей Мякишев, Сибинформбюро. Главное – стать собственником. Тогда можно взять ситуацию в свои руки. Активисты одного из самых больших домов Тюмени, в народе прозванного «Китайская стена», объединились в совет и теперь советуют другим. Подробнее Анастасия Коробенко. Приходится читать. Открываю интернет и начинаю читать. Всё это положение по подвалу, сколько зайдёт там температурный режим. А ещё сметы, отчёты управляющей компании – это лишь небольшая часть документов, в которых совет разбирается почти год, с тех пор, как образовались. Чтобы контролировать работу жилищной компании, куда уходят деньги, что мы перечисляем на ремонт дома, на содержание жилого дома. Всё же мы оплачиваем, мы должны знать, что куда уходит. Поэтому был создан совет дома. В совете 18 человек. Для дома, в котором живут почти 3000 – это немного. У каждого своя зона внимания. У Надежды Сергеевой это водоснабжение и канализация. Так уж вышло, что в 70-е женщина принимала участие в проектировании этого здания и знает самые уязвимые места. Сейчас, конечно, мне это помогает, потому что люди обращаются ко мне с элементарными вопросами, когда не знают, какая система, как работает, можно ли к такой трубе подключиться. Здесь сложный дом, очень сложный, потому что очень большие внутренние коммуникации, подвальные сети. Кто-то юрист, кто-то строитель. Всем вместе гораздо проще поддерживать порядок и контролировать управляющую компанию. В многоэтажке сейчас идёт капитальный ремонт. И у жильцов есть свои пожелания. Например, поставить в подъезде новые металлические двери вместо пластика. Совет всё учитывает и вносит коррективы. Нам нужно, сейчас нам поставили же, как счётчики учёта тепла, поставили счётчики учёта воды, колясочные ввели в договор. Это же нам всё надо. Юридических прав у Совета дома нет, и всё же игнорировать его управляющая компания не может. Вынуждена подчиняться общественной силе. Впрочем, как признают здесь, работать так даже удобнее. Это очень удобно принимать решения. Каждый председатель и члены Советов домов в подъездах доносят это. И решение принять гораздо легче, чем вот так на собраниях, когда много приходится. И вообще курума на собраниях практически не бывает. Совет многоквартирного дома – это попытка вовлечь собственников в управление домом, так как многие из них сейчас пытаются этого избежать. Но, как показывает практика, создание комфортных условий для проживания в отдельно взятой квартире без сохранения всего здания невозможно. Анастасия Коробенко, Сергей Мякишев, Сибонформбюро. Педагогические советы школы решают другие задачи. Какие фильмы внести в список школьных киноклубов? Пока определяются, посмотрим, какую роль в жизни учеников играет кинематограф. Отношения между отцами и детьми современные школьники изучают не только по книгам. Показывать отрывки из фильмов уже стало традицией. И благодаря режиссерским ходам знания лучше укладываются в головах учеников. Они дают тебе возможность больше прочувствовать сам сюжет, само действие, которое происходит в книге. Может быть, кому-то что-то непонятно, и актеры пытаются уже донести. И многим, может быть, картинка помогает больше понять, как раз что творится в книге. Сейчас отрывки смотрят по 8-10 минут по плану Минкультуры. Скоро сеанс затянется на весь урок. Большую часть афиши занимают классические произведения. «Война и мир», «Тихий дон» и «Не только». Нашлось место и отечественным комедиям. Например, «Бриллиантовая рука» и «Берегись автомобиля». В список вошли и киноленты начала 20 века. «Человек с киноаппаратом» и «Месть кинематографического оператора». От первой в мире анимационной короткометражки школьники остались не в восторге. И даже отказались досмотреть до конца. А вникать в смысл, суть и трагизм подобной ленты и вовсе не хотят. «Если ты хочешь чему-то научить человека кинематографа, надо, чтобы ему это было понятно. Тогда как эти фильмы, они не очень понятны, лучше что-то более понятно. Они слишком неясны». То, что непонятные фильмы станут обязательными к просмотру, директор школы Лидия Русакова не уверена. Никакой официальной бумаги с окончательным списком еще не приходило. Кроме того, заслуженный педагог сомневается в необходимости такого кинематографического урока. «Если говорить о факультативе, о котором сейчас идет речь, то он вряд ли возможен в реальной школе. Добавить еще один урок в расписание практически невозможно. А вот как киноклуб это явление будет существовать. Поэтому он есть, этот список, на него можно ориентироваться. А дальше, в любом случае, это дело творчества каждой школы». Какое место лучшая сотня отечественного кинематографа займет в школьном расписании, пока не ясно. Но если фильмы будут смотреть только в киноклубах, тогда учителя смогут сами пополнять репертуар. Например, в 70-й школе хотят включить картины Тарковского и Феллини. Людмила Чепурных, Андрей Захаров, Симон Фруберу. От кинематографа к изобразительному искусству. Выставочный проект Владимира Глухова о путниках, движении и вечном поиске разместился в Тюменском музее ИЗО. А само название экспозиции «Качим-кермек» отражает внутренний мир автора. Что это значит, выясняли мои коллеги. Качим и кермек – это травы. Когда они засыхают и скатываются, получается перекати поле. Жизнь художника Владимира Глухова такая же, кочевая, так уж она сложилась. Он жил и работал в Тюмени, Душанбе, Москве и Владимире. Но Азия осталась в его сердце и творчестве самыми яркими красками. Однажды осенью он путешествовал по ней автостопом. Так и родился проект «Качим-кермек». Вот я еду, мне понравилась речка в степи. Небольшая речка и кусты, а кругом степи. Я говорю, поди тут, останови. Он говорит, зачем, я хочу здесь. Все, остался, поставил палатку. И два дня жил там. Любовь к родине, Таджикистану в каждой работе и среди этих ярких картин несколько с изображением Сибири. В Тюмень художник попал волей случая. И пусть здесь все сложилось хорошо, тоску по родным местам сложно утаить. Это рассказ, прежде всего, о судьбе человека, о судьбах многих людей, которые были оторваны от родины, потому что Володя у него корни все-таки таджикские. Во время войны, которая была в 1991 году, он как беженец оказался в Тюмени. В работах Владимира Глухова редко встречишь пейзаж. Но всегда есть люди. К ним у художника особая любовь. Картину «Постирушка» с мусульманской девушкой Глухов писал с натуры. Она вызвала много споров у восточных критиков. Но для мастера это не важно. Он пишет так, как чувствует. В творчестве, как и в жизни, проект колесит по городам. Выставка Владимира Глухова пробудет в Тюмени месяц. А уже осенью ее ждут в Москве в Музее искусств народов Востока и в Санкт-Петербургском музее нонконформистского искусства. А на свежем воздухе в эти выходные тоже есть чем заняться. О главных событиях предстоящих дней Ирина Кистерева. Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. Так гласит пословица французского писателя Виктора Гюго. Эти выходные проведите в спортивном режиме. Если встать на лыжи не получится, хотя бы поболейте за земляков. В Тюмени стартует пятый этап Кубка России по биатлону. В город уже съехались 160 спортсменов из 15 регионов страны. Тюменскую область на Кубке представляют 30 человек. В субботу участники будут состязаться в спринте. Им предстоит проехать 7,5 километров. В воскресенье стартует гонка-преследование. Победители ждет шанс занять место в сборной и отправиться на чемпионат мира в Чехию. Как гласит сицилийская пословица, катаясь по тонкому льду, катись быстро, испытать настоящий адреналин можно будет в Тюмени на открытом чемпионате по трековым гонкам. Опасные виражи и заносы пройдут под знаком ледового побоища. На трассе в один километр сразятся вазовские «восьмерки» и «Волги». Все автомобили будут оборудованы каркасом безопасности и обуты в спортивную резину. Зрители ждет яркое зрелище, поэтому о теплой одежде позаботьтесь заранее. После активного отдыха не грех и подкрепиться. Для большого застолья и повод имеется. В эту субботу в Тюмени отметят День сибирского пельменя. В программе семейного праздника – песни, пляски, игры, конкурсы и дегустация горячих пельменей. 50 килограмм лакомства приготовят местные товаропроизводители. Организаторы обещают открыть ледовый памятник любимому кушанию сибиряков. Ну а для юных тюменцев приготовили интересную театральную постановку – спектакль «Каля-маля». Отправиться в путешествие в нарисованный мир приглашают самых маленьких. В рисунке маленького мальчика-фантазера Вити отправляется его мама. Ей предстоит встретить и лошадь с шестью ногами, и корову с головой собаки. Это все, что может вообразить ребенок, и во что взрослому так сложно поверить. На этом у меня все. И помните, холода – не время для печали. Провести выходные ярко, можно и зимой. Ирина Кистерева, Сергей Мякишев, СИБН Формбюро. Проводите эти выходные с пользой и будьте здоровы. На сегодня все. Хороших выходных. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова